МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Берлине прошла одна из самых интересных выставок в Европе. Из тех, что посвящены технологиям, конечно. Tech Open Air проводится уже шестой год. В прошлый раз изрядное количество экспонатов было посвящено виртуальной и дополненной реальности. А теперь в центре внимания здоровья. Люмайнд – одно из устройств, которое делает жизнь людей комфортнее, особенно если есть проблемы со здоровьем. Гаджет цветом лампы сигнализирует, нормальный ли уровень сахара в крови. Синий цвет говорит о повышенном уровне, красный о низком, о зеленый, что все в норме. Блок управления синхронизируется по Bluetooth с глюкометром, а данные можно передавать на лампу Люмайнд по Wi-Fi. Создатель устройства, берлинец Кевин Ройль, сам страдает от диабета первого типа, потому и решил помочь людям с тем же диагнозом. Близкие люди могут не задавать каждый раз неудобные вопросы об уровне сахара. Лампа может быть установлена даже на другом континенте, и родные будут знать, все ли в порядке. Позднее мы сделаем Люмайнд в виде часов или кулона. Качественное освещение тоже очень важно для здоровья людей. Движущееся зеркало Кайя создано, чтобы обеспечивать комфортный уровень освещенности в любой части дома. Если солнечные лучи не проникают в какой-то угол комнаты, туда можно направить луч от Кайя. Положение зеркала будет изменяться в соответствии с движением солнца. Мы все имеем свои биологические часы. Важно, чтобы ритмы организма не нарушались. В этом помогает зеркало Кайя. Этот небольшой холодильник называется Кулер. Он не может заморозить продукты, но понизить температуру объекта на несколько градусов ему под силу. Кулер не требуется электричество. Это очень важно для обеспечения людей лекарствами в регионах, где нет коммуникации. Ведь многие вакцины или препараты должны храниться в прохладе, иначе они испортятся. Работает мини-холодильник благодаря горячей воде. Идея не нова, но дешевизна и простота девайса по замыслу изобретателя позволят сделать эту разработку доступнее там, где в ней нуждаются. У 1 миллиарда 200 миллионов человек в мире нет доступа к электрическим сетям. Но их надо тоже обеспечивать лекарствами. Поэтому мы изобрели Кулер. А изобретатели этого гаджета пока не могут похвастать низкой ценой. Умный модуль для очков OrCam стоит почти 4000 евро. Но они могут очень помочь и сделать комфортнее жизнь людей со слабым зрением. Устройство крепится на любые очки. Главная задача — прочитать то, что трудно разобрать пользователю. Надо лишь указать нужное место, и текст будет озвучен. На днях прошла еще одна выставка, посвященная высоким технологиям практически на другой стороне континента. Rise Hong Kong объединяет изобретателей и производителей разнообразных устройств из Азии и со всего мира. Знакомьтесь, София и Хан — роботы. Они представили небольшую сценку для посетителей Rise Hong Kong. Пока София пела, Хан реагировал на ее исполнение и кривил лицо. Создатель этих гуманоидных роботов — Бен Гоцель. Он уверен, что однажды его творения начнут приносить пользу людям. К примеру, станут выполнять функцию сиделок или помощников для пожилых людей. Еще несколько лет назад мы не думали, что так будет, а теперь все ходят, уткнувшись в экраны смартфонов, и мы считаем это нормой. Так же и с роботами. Через какое-то время мы привыкнем, что они взяли на себя часть работ по обеспечению удобства и комфорта. И роботы научатся делать это не просто механически, а заботливо. Как насчет осмотреть квартиру, которую вы собираетесь купить, не выходя из дома или кабинета? Молодецкий бизнесмен Йоханс Бартоломео предлагает сервис для покупателей недвижимости. В течение 24 часов за сумму в 100 долларов можно создать и сделать доступным по интернету трехмерную модель жилища. Прогуляться по комнатам и оценить планировку можно с помощью виртуальной реальности. Автор разработки говорит, что сервис должен стать востребованным на вторичном рынке недвижимости Гонконга и Китая, ведь осмотр квартир предполагает транспортные расходы и трату времени, а его услуга все это экономит. Смотрите проект Хайтек на Ахабаре 24 и не забывайте, если вы основали технологичный стартап или создали что-то полезное, пишите нам, мы расскажем о вас в эфире. На сегодня все, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова